Приветствую вас, на мой взгляд, причин того, что вы не можете создать семью, а может быть несколько. Боюсь, что то-что такова, что при том виде текста, который вы написали, он небольшой, хоть и передает суть проблемы, так вот, при том виде текста можно лишь, как бы, гадать, то есть можно высказать ряд предположений, и эти предположения, они, ну, условно говоря, либо попадут в точку, либо нет, потому что, ну, то, что с вами происходит, подпадает, как минимум, под несколько причин, под какое-то количество причин. И, собственно говоря, остается только надежда на то, что я смогу их перечислить, и остается надежда на то, что вы увидите в этом все-то для себя, и, возможно, поймете, что это именно то, что вам мешает. Причем, совершенно не обязательно, что это может быть одна причина, их может быть несколько. Итак, первая причина, значит, под которой вы не можете найти себе мужчину, это отец. То, что вы назвали, вот, когда вы говорите, что ваши родители не богатые люди, и даете характеристику своему отцу, что он слесар, я понимаю, что вы его уважаете, я понимаю, что вы его любите, я понимаю, что вы помогаете ему, и им. Я понимаю, что он для вас отец, папа, вы его любите, может быть, очень сильно. Но при этом на подсознательном уровне, возможно, именно он стал причиной того, что вы достигли всего, что у вас есть сейчас. То есть вы смотрели на него вот с детства и думали, я не хочу быть такой. Думали, я не хочу жить так. Думали, я не хочу вот работать так, как работает мой отец. Я хочу интересную работу, которая бы меня устраивала, плюс материально помогала бы комфортно себя чувствовать. Ну, относительно комфортно. Если это так, то поскольку отец – это первичная модель мужского поведения, первичный мужской образ, то вы в нем увидели такой вот обобщенный образ всех мужчин. И сейчас, подсознательно, вы отталкиваете всех мужчин от себя именно тем, что воспринимаете их в качестве чего-то негативного для себя. То есть да, с одной стороны, мужчина вам нужен, с одной стороны, мужчине вынуждает, если вы хотите быть за ним, ну а с другой стороны, с другой стороны, с другой стороны, собственно такова, что вы опасаетесь, что мужчина будет вас ограничивать, будет вас как-то тянуть за собой, ну и так далее. И, ага, если это так, то надо, наверное, в первую очередь, отношение к отцу пронабатывать. То есть вот просто анализировать все то, что вы испытываете к папе на протяжении всего своего детства, на протяжении всего своего подросткового возраста и так далее. Как вы его видите? Какие у него недостатки по-вашему? Почему? Чем обусловлена его профессия? Чем обусловлен его образ жизни? Какой у него характер? Как он вел себя с вашей мамой? Как он ведет себя с вашей мамой? Как он вел себя с вами? Как ведет себя с вами? Все вот это нужно анализировать и разбирать. Потому что вот то, что вы разбирает во многих сверх, безусловно говорит о том, что вы не только умный человек, что вы не только образованный человек, но и говорит о том, что у вас был символ к тому, чтобы это все делать. Человек, который понемногу разбирается в разных вещах, это не исключались. Это человек, который везде ищет возможность реализоваться самому. Вопрос дискуссионный, о нем можно спорить, и мы не будем вдаваться в подробности этого спора, но суть заключается в том, что у вас был мотив разбираться во всем том, что вы разбираетесь. И очень вероятно, что этот мотив именно ваш отец, который, наверное, как раз таки не очень много в чем разбирается. И такое вот отношение к мужчинам, что они вас ограничивают, мешает вам выстраивать нормальные отношения. Дальше. Следующий момент включается в том, что вы собой гордитесь, что вы осознаете себя самодостаточным, осознаете себя успешным. И это дальше в купе с вашей лидерской позицией, ну, собственно, создает некий такой дисбаланс, точнее противоречие. Вот, казалось бы, если хотите быть слабым, если хотите быть за мужчиной, если хотите быть не лидером, то что нужно? Нужно брать и быть слабым. Что нужно? Нужно отдавать мужчине из-за его в его руки. Нужно, чтобы мужчина вас завоевывает. Как вы выстраиваете свои отношения? Значит, вы выстраиваете свои отношения, ну, не очень понятно, то есть, как вы себя ведете с мужчинами. Но полагаю, что слабые, они вас точно не чувствуют. Полагаю, что они чувствуют вас лидером. Полагаю, что они ощущают, что вы подавляете их. Конечно, не особенно. Надо корректировать вашу модель женского поведения. Какая она у вас сейчас и как вы хотите ее сделать, чтобы выступать в отношениях с мужчиной в той позиции, которая вам нужна. Ну, объективно. Объективно. Если вы сами во всем стояли, если вы собой гордитесь и вам не очень гордитесь, то волей-неволей мужчина видит вас соперником в себе. Он волей-неволей видит вас мужчину. Он волей-неволей видит в вас те качества, что есть у него. И, скорее всего, эти качества лучше, чем у него. И ему неприятно быть с вам. Потому что он чувствует себя хуже. Что бы мужчина хотел, женщина называя его вот нужно, что бы рядом с ней он ощущал себя таковым. Ощущал себя мужчиной, ощущал себя сильным, влияющим на что-то и так далее. Ну, и вот вопрос, который я вам дадаю, такой. Чувствует ли это мужчина рядом с вами? Далее. Предположим, что вы не сможете без ущерба себе и без вреда себе корректировать свою модель поведения женскую. Тогда встает вопрос, что получается вам нужен мужчина не хуже вас, лучше вас. Но поскольку вы лидер и он лидер, то вы будете постоянно ссориться. Постоянно ругаться, постоянно бороться за верховенство. Страшивается, нужно ли вам это. Нужен ли вам такой тип отношений, где вы, ну, постоянно находитесь в борьбе. Если да, то продолжайте искать мужчину сильного. Что сильный мужчина и уверенный в себе делает на сайте знакомств, может делать на сайтах знакомств, ну, для меня, если честно, загадка. Дело в том, что на сайтах знакомств находится определенный тип людей, который потерпел поражение в попытках вступить в отношения в реальном мире, в реальной жизни. И именно это привело их в виртуальный мир. И если так, то это люди, точно страдающие в неуверенности в себе. Это люди, которые сомневаются в себе настолько, что отчаялись построить отношения в реальной жизни. Понятно, что среди них мало найдется тех, кто вас заинтересует. Просто потому, что те критерии, ну, никак не дотрагивают тех людей, которые есть на этих ресурсах. Далее, выпишите такую вещь. Я стесняюсь. И редко где бываю. С чем это приятно? Понимаете, людей объединяет. Людей соединяет то, что у них общего. На счастье знакомств. Общего только что. Желание завести пару. Желание стать парой. Желание, может быть, провести время с женщиной вместе. Никакой совместной деятельности. Никаких совместных интересов, кроме анкеты, нет. А в реальной жизни вы сразу видите человека. Вы сталкиваетесь с ним парой в деятельности. И это позволяет вам сближаться на невербальном уровне по началу. Что не определяет дальнейшую крепость отношений. Но, соответственно, вам необходимо как раз таки бывать больше где-то, чем вы бываете сейчас. Вам необходимо общаться с большим количеством людей, чем вы общаетесь сейчас. Вам необходимо расширять свой кругозор. Тем более, у вас есть потенциал. Посещать тренинги, выставки, мероприятия. Знакомиться с людьми там. Именно там находятся те мужчины, которые вам нужны. Не на сайтах знакомств. Потому что нет хорошей жизни, они туда пришли. А именно там. Вот почему вы туда не попадаете. Почему вы редко где бываете. И чем обусловлена ваша стеснительность. Большой такой вопрос. Может быть стеснительность это ваша неуверенность в себе. Которую вы покрываете своей активностью и озверомленностью во многих сферах. И тогда именно она мешает вам устраивать отношения с мужчинами. Дальше. Вы пишите. Я не могу встречаться с определенным типом мужчин. Далее вы перечисляете качество. Знаете, весьма, весьма, весьма опрометчиво перечислять подобные качества. И весьма, весьма опрометчиво думать, что, ну, мужчина, который может быть вашим, обязательно должен быть не хуже чем вы. Напротив. Если вы встретите такого мужчину, которого вы будете считать не хуже себя, скорее всего, вы будете, как я уже сказал, бороться с ним за лидерство. И если у вас будут одни и те же достоинства и недостатки, вы не будете друг друга дополнять. Если вы не будете друг друга дополнять, то, соответственно, пары из вас, какой гармоничный, не получится, не выйдет. Будут ссоры, будут споры, будет борьба. Мы про это уже говорили. Поэтому не нужно ограничивать себя стереотипами. Такие вещи, как фигура, материальное положение, образование, манера общения, все это внешняя сторона, никак не характеризует сторону внутреннюю и никак не характеризует духовный мир человека. И поэтому, пока вы человека не узнали, успешных выводов делать не стоит. Опять же, ради вашего же блага. Ради того, чтобы вы не пропустили кого-то нужного только из-за того, что есть то, что вам не нравится в людях. Ну хорошо. Предположим, вы перечислили то, что вам не нравится. А что нравится? Вы не сказали, какой мужчина вам нравится. Вы не сказали, какие у него должны быть критерии. Ведь это очень важный момент. Не является ли эти критерием, по сути, вами? Ну, только в мужской ипостачи. Если так, то к чему это приведет, я вам уже сказал. И вам нужно быть готовой к этому. Потому что тот, кто ищет, тот всегда найдет. И вам нужно быть готовой к тому, что вы будете делать, когда найдете. Следующий момент заключается в ваших отношениях прошлых. И здесь нужно сказать вот о чем. Негативный опыт вы определенно получили. То вы перерастали в отношениях. То ложь выяснялась. Или отношения не развивались. То есть есть вот какая-то система в том, что у вас они не складываются. Значит, вы сами делаете что-то не так. Нужно проанализировать ваше отношение против и с мужчинами. Чтобы, во-первых, извлечь правильный опыт. И убрать негатив, обиды, если есть и так далее. А во-вторых, проанализировать ваше поведение. Уважно в нем есть некоторые, ну, негативные такие направления, которые и приводили с вашей стороны к разрушению отношений. Понятно, что мужчина тоже внес свой вклад. Я не говорю, что только вы виноваты. Но, тем не менее. Свою ответственность нужно осознавать. Далее. И это, наверное, последнее. Прократите, ну, как бы, вы говорите, мне не найти мужа. А вопрос подставлен, иначе, естественно, неверно. Если есть муж, значит, есть образ, идеальный образ этого мужа. А значит, любого реального человека вы будете стараться подогнать под этот образ, под этот идеал. Тем самым, игнорируя качество реальных людей. Никому не понравится, когда их пытаются подстроить под своим взглядом. И, соответственно, вам вопрос можно поставить так. Для чего мне муж, для чего мне дети? Если боитесь, что не успеете родить, есть масса средств, есть масса способов стать родителем. Даже если невозможно сделать это естественным путем. Но это гораздо лучше, чем если вы будете спешить и станете матерью вместе с отцом, к которому не будете относиться искренне. Поэтому ни дети, ни семья не представляются здесь самоцелью. Не представляются здесь целью в себе. Но для вас это цель. Вам это важно. Возникает вопрос. Для чего? Почему вам это важно? Что вам это должно дать, по вашему мнению? И вам необходимо это получить самостоятельно. Либо осознать, что получение этого не гарантировано и не является целью в себе. А что является целью в себе? Целью в себе является человек. И семья, и дети. Это естественные формы развития отношений. И пока вы с человеком не смогли построить нормальные отношения, нельзя сразу пытаться перескочить через это и думать уже о муже, о детях и так далее. Это не идет вам на пользу. Скажется, ощущение, что свою семью вы хотите построить на тех же условиях, на тех же основаниях, что и все остальное. Так не бывает. Отношения – это участие двоих людей. Это принятие двумя людьми друг друга. Это не направленность на обязательное построение семьи. Это естественное развитие этих отношений. И если этого развития нет, то и нет. А если оно есть, то оно идет в своих средах. Вы можете обозначать свои интересы. Вы можете выражать свои желания. Но вам нужно принимать мужчину таким, какой он есть. Без обязательного восприятия его как образа, идеала своего мужа и как частичку идеальной семьи. Потому что, наверное, у вас есть и идеал детей. Наверное, у вас есть и идеал семейных отношений. Теперь давайте представим, что это то, что вы себе представляете, но не соответствует реальности. И что тогда? Тогда получится, что вы либо будете уже детей подстраивать под свои желания и предпочтения и представления. Либо вы будете испытывать разочарование. Но и то, и то не является принятием этих людей. И это очень плохо для вас, для мужчины и для детей тоже. Поэтому пока есть идеал, пока есть восприятие семьи как цель, отдельной цель. Можно говорить о затрудненности построения отношений с мужчиной. Потому что процесс этот творческий, не гарантированный и не терпит каких-то поставленных целей. Вообще говоря, нужно быть благодарным, это не только про вас, это вообще про любые отношения. Нужно быть благодарным за каждую секунду, что с тобой провел человек, который не является изначально тебе родным. Ну то есть это родители там, братья и сестры и так далее. Вот так нужно относиться к людям. И в частности к мужчинам. И тогда, если каждую секунду вы будете воспринимать как счастье, как благо, как подарок, у вас появится реальная возможность однажды вывести отношения на естественный виток развития, при этом отдавая себе от счет в том, что и мужчина, и дети, а за своим поведением будут вносить коррективы в то, что вы себе представляете. И вам нужно быть готовым это принять. А чтобы быть готовым принять, нужно избавиться от первоначальных идеалов, от образа, дабы не сравнивать его с реальным человеком. Реальный человек всегда проиграет образу. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok